Добрый день, господа! Представьте себе следующую ситуацию. У вас есть плюс-минус 1 миллион 100 тысяч рублей. И вам надо купить автомобиль на полном приводе, способный перемещаться по бездорожью и способный не любить вам голову хотя бы 10 или 15 тысяч километров. Ровно такую задачу мы получили буквально пару дней назад. И как люди, которые выросли, можно сказать, окрепли, я говорю сейчас про наш бизнес, в те жирные времена, которые были до 24 февраля прошлого года, мы подошли к вопросу творчески. Мы стали смотреть всякие там L200, Hi-Lux, MPS и поняли одну простую вещь. Знаете, новый L200 сейчас на дизеля в России, в Москве, я только что из автосалона Кунцева, стоит 4 миллиона 440 тысяч рублей. Напомню, что у вас, ну, плюс-минус миллион сто. Значит, какие выводы можно сделать из того, что я сказал? Бывочный живой L200 будет стоить от 1,8 до 2,8 миллиона рублей. Ну, невозможно его купить такие деньги. Есть альтернативы? Есть. Прекрасный автомобиль, УАЗ Буханка. Ну, грубо, 1,6 миллиона рублей. Не проходит. Патриот. Ну, я сейчас в смысле автомобильном. Пикап. 2 миллиона 250 тысяч в торгмашин. Отечественная машина. Но цель была заявлена, и мы выбрали единственный вариант, которым придет любой человек, который располагает такой суммой и хочет купить себе полноприводный автомобиль, который проедет 15 тысяч километров. Вот он. Lada Niva Travel. Без всего. Минус лям 50. Сегодня о впечатлениях. Поехали, парни. Чем, господа, мне нравится Волжский автозавод? Так это тем, что у них были очень долгие вот эти, знаете, предсмертные конвульсии в то время, когда на нашем рынке были иномарки. Люди не хотели просто умирать, они пытались адаптировать вот это вот все под современные нормы. Они ставили в Niva аэрбэги, они ставили сюда систему АБС и все это пытались подружить с конструкцией родом из 60-х, 70-х годов прошлого века. Я думаю, ни для кого не секрет, что трансмиссия этой машины имеет самое прямое отношение к Lada 2121. Ну, к той самой Niva, на которой наши деды ездили на охоту, знаете, вот с вертикалочками и с горизонталочками. Уточек пострелять, как говорится. Значит, в принципе, все это глобально то же самое. Значит, как это сейчас все новое стоит миллион рублей? Ну, если быть точным, миллион тридцать. За эти деньги в Кунсово это было куплено сегодня, прямо сейчас. Оно еще свежее, парни, оно еще не успело как бы дать даже запах. Значит, все очень просто. Отсюда выкинули все по факту, что было импортно. Нет здесь больше никаких аэрбэгов, нет никаких АБСов. Из современных причиндалов остался электроусилитель. Ну, знаете, электростеклоподъемники, электрозеркала и, по большому счету, в принципе, все. Все остальное наше. Наши пацаны. Можно больше не нервничать по поводу того, что враг протянул свои противные руки в наш родной волжский автозавод. Что изменилось в этой тачке? Ну, честно говоря, врать не буду. Я не следил особенно за Niva. Как-то это раньше все лежало вне плоскости моих интересов автомобильных. Но, значит, любой человек, у которого есть глаза, поймет, что вот эти вот два бачка произведены точно, абсолютно в СССР, в поезде, то есть в России. Адсорбер произведен в России. И вот этот вот датчик абсолютного давления тоже, в принципе, сделан у нас. Также у нас произведен сам двигатель. Уж не знаю, радует это или не радует, но я думаю, что в конфиге заявленных требований, ну, 15 тысяч без геморройного пробега, все должно быть хорошо. Почему мы это сделали? Смотрите, я неплохо отношусь к японским автомобилям фирмы Mitsubishi, да? То есть я не против L200, не против MPS, но я реально понимаю, что нам не купить сейчас эти тачки при таких вводных. Очень дорого. И я думаю, что в этой ситуации оказался не только я. И не только те люди, которые сейчас покупают технику для отправки ее на юг. Я думаю, что в течение полугода или, ну, если быть точным, следующих трех лет, в нашей ситуации, когда денег нет, а машина нужна, окажутся многие. И у вас будет дилемма, что выбрать. Есть китайские машины, я посмотрел их. Пикапы стоят, ну, от двух с половиной миллионов и выше. Эти пикапы сделаны из фольги, они ненадежны. Там стоят дизеля, произведенные в Китае. И, честно говоря, мне не хочется ими обладать. Абсолютно. Особенно, если эти тачки будут использоваться там, где не очень хороший сервис, не очень хорошее топливо и там, где их негде делать. Получается, что при отсутствии больших денег, если вы рыбак, если вы охотник, если вы любите туризм там, где нет дорог, в общем-то, альтернативе вот этой вот машине нет. По той простой причине, что тот же самый УАЗ перепрыгнул уже в хорошую комплектацию, ну, за два с половиной миллиона рублей. Как по мне, это настоящая катастрофа. Вернемся к Ниве за миллион. Какие здесь плюсы? Низкая стоимость запчастей, высокая проходимость, большой салон. Минусы. Ну, они известны тоже всем. Невнятная управляемость на скоростях, соответственно, динамика. Хочу сказать следующее. Знаете, когда мы отдавали за эту машину миллион тридцать, честно говоря, мне было жалко этих денег. Почему? По той простой причине, что все, что я здесь вижу, родом из прошлого века. И, в общем-то, положа руку на сердце, я могу подсказать заводу, как сделать эту тачку еще доступнее, сохранив норму прибыли. Посмотрите на эту морду. Да, она похожа на RAV4. Посмотрите на весь этот пластик, на все эти обвесы. И поймите одну простую вещь, заводчане. Это не машина, это спецтранспорт. И им останется. Это тачка для деревни, это тачка для полей, это тачка для лесов, но она не для города. Объясните мне, старому дураку, зачем вы ее сделали такой. Ведь все эти фары, все эти бампера, все эти накладки, это верный способ сделать ее дороже. Мне всегда казалось, что если вы работаете с потребителем, у которого ограничены средства, надо делать максимально дешевый автомобиль. Упрощать эту машину уже некуда. Но если только выдрать отсюда электроусилитель, тогда, наверное, не будут брать вообще. Поэтому можно было сделать фары попроще, обвесы поменьше или вовсе убрать их. И знаете, если бы даже она была страшненькая, ее бы все равно покупали. Потому что эту тачку берет строго определенная категория людей. Ну, во время мирной жизни, конечно. Сейчас она интересна не только им. Кому интересна эта изделия? Эта изделия интересна нуждающимся. То есть тем людям, которые понимают, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, особенно зимой, особенно с рюкзаками или груженными. Эта машина будет абсолютно бесплатно, безвозмездно передана тем людям, которые в ней в данный момент крайне нуждаются. Она даст им возможность не стирать, соответственно, свои ноги в жестких ботинках. Она даст им возможность пользоваться тем теплом, которое предоставляет ее печка, и перемещаться на достаточно большие расстояния. Ну, кедров 150-250 в сутки. Словом, это достаточно полезный автомобиль, если откинуть всю шелуху и воспринимать его правильно. Вы скажете мне, Илюха, но миллион это дорого. Да, я соглашусь с вами. Но ситуация такова, что люди либо должны ходить пешком, либо они должны ездить. Я считаю, что эта машина способна перемещать людей из точки А в точку Б в относительно комфортных условиях, даже там, где нет дорог. Я понимаю, что она новая, и, в принципе, рисков по ней меньше, чем если купить старую иномарку. В сложных условиях, например, в полевых, ее просто отремонтировать. Запчасти на нее стоят копейки. Кстати, это будет уместно в любой поездке. Например, на тот же Алтай. В любом магазине вы найдете то, из чего состоит эта точила. Можно смеяться над русскими машинами, можно их ненавидеть, можно говорить, что они убогие, что они отсталые, но я хочу обратить внимание на следующий нюанс, друзья мои. Справа от меня стоит буханка, разработанная в 60-х годах прошлого века. Слева стоит Нива. В общем-то, если говорить о ее трансмиссии, разработанная тогда же. Так вот, первая же сложная ситуация показала, что массово нужны автомобили А, дешевые, Б, соответственно, проходимые, и, как ни крути, получается, наши предки были не дураками, когда создали такую технику. Да, в хорошее, в жирное время можно ездить на Ауди, можно ездить на БМВ. Если вы совсем отбиты, можно купить себе китайца по цене БМВ. Дело ваше. Как говорится, у всех свои тараканы. Но, когда ситуация перестает быть томной, приходит время вот этих вот, соответственно, тачиилл. И альтернативы им нет. Ну, либо когда нужна надежность, либо когда просто у населения мало средств. А вот это вот мало средств, к несчастью, я думаю, ждет в ближайшее время весь мир, а не только Российскую Федерацию. Словом, друзья, мне интересно ваше мнение. Напишите в комментариях. Этот видос, он выйдет, как бы, и здесь, на Ютубе. Я выкину его в телегу. В комментах, в Телеграме. Ссылку я оставлю внизу, в описании к видео. И он, напишите, что вы думаете по поводу вот этой ободранной тачки, из которой выкинули все, оставили только то, на чем она едет, за миллион рублей. Нормально это предложение, или это дорого? Взяли бы вы себе такую, или не стали бы брать? Мне интересно. Вот. Ну, а за сим, как бы, я выполнил свою работу. Я показал вам, что вы можете сейчас купить за одну единицу русских денег полноприводного с печкой. Но, правда, без кондиционера. Ну, а уж, брать или не брать, это решать вам. Пока, парни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова